Всем привет! С вами Мистер Чейзер, вы смотрите мой JustPlay канал и добро пожаловать в игрушку S4 Лига! У меня по этой игрушке уж очень много всяких ностальгических моментов связано, с тем, что я в эту игрушку очень много играл, где-то года два назад или может быть даже больше. И в принципе я хочу записать видео и поделиться с вами своими впечатлениями от этой игрушки и хочу, кстати, посмотреть, как же игра изменилась за то время, с которого я в неё не играл. В субоследии момента, когда я её запускал. Если честно, я в игру ещё хотел я снова, так сказать, запустить и поиграть где-то, не знаю, где-то может месяца два назад, я вот не помню, тоже хотел запустить, побегать. Вспомнить, как оно было. Но там была такая заморочка, связанная с входом аккаунта, то есть у меня был уже аккаунт, это понятно, как бы я играл без аккаунта. Я пытался выйти в свой старый аккаунт, но как бы я ни старался, у меня не получилось, поэтому пришлось мне создавать новый. Но ничего страшного, всё равно в эту игру, как бы, если буду играть, то я постараюсь вернуть свой старый аккаунт, у меня там воспоминания связаны, красиво, очень хорошие есть. Ну да ладно, хватит мне разговаривать, давайте уже приступим к тому, что мы выберем сервер. Как вы видите, на русском сервере народу вообще практически нет, и то преимущество там поляков больше, которые любят писать своё любимое слово курва. Я так понял, это оскорбительное слово, поэтому, когда я часто кого-то убиваю, мне постоянно пишут это слово в чате. Поэтому мы зайдём на европейский сервер, английский, кстати, английский, то есть, европейский сервер с английским языком. И хочу сразу обратить ваше внимание на музыкальное сопровождение в игре. Я очень часто обращаюсь именно к музыкальному сопровождению, это зачастую связано с тем... Так, чё музыка не меняется? Здесь ничего не меняется. Ладно. Это напрямую связано с тем, что именно музыка стимулирует нас играть в какие-либо игры. Вот лично я по себе знаю, что... Лично я по себе знаю то, что Шонвайд Скейтбординг, который я, кстати, у себя на канале прошёл, если кому-то интересно, можете зайти и посмотреть. Зайти ко мне на канал, в смысле, в плейлисты и там посмотреть. И... Вот Шонвайд Скейтбординг, мне, если честно, хочется возвращаться вновь и вновь, в основном благодаря своему музыкальному сопровождению. И вот, особо за канал, быстренько забежим туда. Нет, я сказал, забежим. Скотина. Скотина, я хочу там, где больше народу играет. Мне это 15 уровня, чтобы заходить, у меня даже первого уровня нет. А, чёрт. Да-да-да, быстро, есть, успел. Фу. Итак, о чём же я говорил? Ну, ладно, неважно. Давайте поговорим об интерфейсе. Как я понял, он... Ну, как я понял, вообще-то, он очень изменился с того момента, как я играл в него в последний момент. И именно регистрация нового персонажа тоже очень изменилась. Как видите, у меня тут сразу дали какие-то шмотки на 7 дней. То есть 6 дней, 24 часа, там 59 минуты. И так далее. Ну, в общем, отображается 6 дней. На самом деле на 7, как бы. И... Интерфейс, да. Интерфейс очень изменился. Раньше он был какой-то... Немного неудобный. И... Не было понятно, как... Куда жать, чтобы зайти в какую-то там комнату. Или... Ну, я не знаю. В общем, было немного непонятно, как там, что, с чем. И так далее. И, блядь, мне все время кажется, что игра настолько громко идет. Поэтому я как бы не унижал... Унижал. Как бы я не понижал уровень громкости, почему-то, мне кажется, все равно громко. Ну, да ладно. Как вы регистрируете своего нового персонажа, то есть, создаете, вам предлагается сразу выбрать одного из заготовленных. И вам даются такие вот вещи. Насколько я помню, в С4 без всего этого нам... Не, нам не такой персонаж выпадал. Вот волосы были такие, лицо это я точно помню. А... У нас он был уже одет и в шорты такие тренировочные, и в тренировочную майку. Ну, теперь у нас есть возможность, так сказать, сразу поиграть за какого-то более-менее прикольного персонажа. А, это аксессуары. Я всегда играл в наушниках. Эй, ностальгия, как она есть. Нам, кстати, дают сразу же еще даггер, который мне очень не нравится. Я лучше буду стандартным мечом сражаться, который нам давали, когда я играл в игру. То есть, раньше нам давали... Давайте я вам покажу, что нам раньше давали. Раньше нам давали... Так, где тут ближнего боя? Раньше нам давали вот такой вот стандартный плазма-меч. Вот вот такой вот меч нам давали, он был бесконечный. Мы его всегда могли, так сказать, с собой таскать. У него был такой стандартненький урон. Ну, шкурки на него остались, я вижу, те же. Все те же интересные, прикольные шкурки. Ну, в принципе, стандартный синий меч тоже классно смотрится. И у нас было из ближнего боя оружие. Вот именно вот этот вот. Вот этот кулак с маленьким таким ножичком, который я сильно не любил. И всегда играл с мечом. И была доступна бейсбольная бита. Которая довольно прикольная. Ну, я никогда ей не играл. Поэтому не знаю, как она в бою себя чувствовала. Как вы видите, в игру добавили за эти два года, или сколько там... Вот этот шпионский клинок, который я не люблю, он мне не нравится. Он слабенький какой-то. И вообще он не тащит. Двойные какие-то клинки. Вот меня часто с них убивают. Надо будет их купить и проверить, что за фигня. Почему такие оверпауэр? Молоток. Почувствуй себя космодесантником. Какой-то сигма клинок и катана. Почувствуй себя каким-то самураем или же Вирджилом из The Elmai Cry. Так, что же у нас из винтовок. Не совсем винтовок вообще. Из оружия дальнего боя. Нам давались по умолчанию вот такие вот пистолеты. Довольно стильные, классные у них был. Неплохой урон, скажем так. Ну, в принципе, поначалу их хватало. Был вот этот вот пистолет. Больше похож на револьверщинт. Потому что он как дробовик работает. И очень медленно стреляет. Вот это я не помню, но это тоже, кажется, было. Smash Rifle. Я так вот не помню. Вот этого не было оружия. Я даже не знаю, что это. Ракетница какая-то. Homing Rifle. Не знаю. Не играл еще. Вот этого тоже не было оружия. И вот этого Salt Rifle тоже не было. Вот гауссовская пушка. Ну, или пушка Гаусса. Это типа что-то снайперки было. Или что-то такое. Я не помню. Она была. А, и дробовик был. Мой любимый дробовик. Я всегда с ним бегал. Всегда бегал с дробовиком и мечом. И тащил. Револьвер. Иногда с ним играл. Но не всегда. Мне он не нравился. И пистолет. Тоже, мне кажется, спорное оружие. Стоит ли с ним играть? Не стоит. Вряд ли. Ну, также тут по стандарту есть дофига всяких вещей. Почувствую себя Элвисом Пресли. Почувствую себя заросшим омарем. Вот это, обмекается, будет больше. Фу, какой кошмар. Вот что такие. Дофигища всяких там перчаток. Не знаю там. Полно всего есть. То есть в магазине. И в основном, я как вижу, все покупается за реальные деньги. За пены, так сказать. Ничего практически не покупается. Вот. Вот что покупается за пены. Какие-то три набора перчаток. И все. Итак, ладно. Хватит говорить о всяком бреде. У меня в инвентаре есть всякие навыки. Кстати, которые мы можем экипировать один. Сейчас у меня экипировал навык плюс 30 хп. Можно. По умолчанию плюс 15 стоит. То, что он вроде навсегда отдается. Мы можем экипировать навык щит. Он, в принципе, интересный, но... Не. Я им не пользуюсь, скажем так. Кстати, у меня есть хомин райфл. Вот это. Надо бы ее как-то экипировать. Как-то экипировать. А, но у меня уже... А, это автомат. Короче, они... Ракетница, я с ним просто играл. Ладно. Так, какие-то чарования добавились. Не знаю, что это. Магазин рандомных покупок. Вот, вот такие вот курточки были доступны нам всегда. Вот это стандартный, так сказать, набор вещей. Вот. Которые раньше были. И сейчас тоже есть. Сейчас я попробую найти. Вот, моя любимая куртка. Которую я всегда покупал. Которую я всегда бегал. Класс. И всегда покупал себе либо вот такие штаны, либо вот такие. Беленькие. И было прикольно. Так, давайте уберем это. Так. Что я хочу посмотреть, так это... Создать комнату. Ммм. Вот, здесь очень... Хорошо я вижу, за эти годы проработали ПВЕ режим. Давайте проверим. Какой-то режим конквест, сценарий. И тренировка. Это неинтересно. Давайте, что здесь в игровой. Так. Стандартный деспанч. Это я знаю. Тачдаун. Забивайте голы. Что-то я такого не помню. Или помню, но смутно. Осада. Сидж. Доброводите, захватите дро. Берите различные предметы. Не знаю, что это такое. Вот самый мой любимый. Ха-ха-ха. Самый мой любимый режим игры. Который я очень много времени проводил. Он очень интересный. Я его вам покажу. Battle Royale. Это... Я помню этот режим. Там... Это режим каждый за себя. Но... С набором очков. То есть, игрок, который лучше всех играет. Который больше всех убивает. Он будет отображаться... Типа как волхаком. То есть, вы будете видеть везде. Сквозь стены. И, то есть, в основном охота будет идти за этого игрока. Когда вы его убиваете, вы становитесь самым таким... Крутым чуваком. Number one, скажем так. Ну, это режим VIP. То есть, у команды есть капитан. И... У каждой команды есть капитан. И команда должна защитить этого капитана. Тренировка. Ну и всё. Так, давайте попробуем зайти в режим Chaser. Вот. Есть. Начнём. И, кстати, я хочу сказать насчёт музыкального сопровождения. Оно здесь действительно охренительное. Где тут Chaser? А где он? А где он? Я его найти не могу. Эээ... Black dude. А где он? Чё-то его нет. Странно. Ха-ха. Chaser нету. Что за бред? Ну, в общем, режим заключается в том, что из вот этих вот игроков... Сколько их здесь, я не буду считать, правда. А вот. Коко... Вот он. Чё? Коко Макс, короче. В общем, смысл заключается в том, что одного из игроков выбирают рандомно Chaser. И мы должны, так сказать, выжить. А этот Chaser должен всех убить. Вот в этом режим заключается. В основном. Его убить невозможно, так как у него слишком много жизней. Поэтому даже не пытайтесь его убить. Плюс, этот Chaser наносит очень много урона. Ну, плюс, не Chaser, а игрок, который играет. У него просто очень много жизней и очень-очень много урона. Поэтому убить его даже не пытайтесь. Самый лучший способ это вот тут где-то засесть и просто его отстреливать. И ждать своего, так сказать, часа смерти. Игра. Ещё я хотел сказать, в жанре научная фантастика. По этой свете стоит стилистика. Рисовка мне очень нравится. Музыка отличная. Просто, я бы сказал, божественное здесь музыкальное сопровождение. В основном, основная цель вот этого режима, это не дать ему себя убить, вот этому игроку, красному. Но чтобы это, так сказать, сделать, то есть ему помешать, мы должны, в основном, орудовать оружием ближнего боя. Потому что иначе мы, так сказать, не выживем. И я очень люблю играть в таких комнатах, когда именно игроки ставят себе условия, чтобы играть только оружием ближнего боя, а не дальнего. Так, давайте я глотну кофейка. Мне кажется, остался последний. Ну, попробуем выжить. Блин. А как он это сделал? Чёрт. Музыка здесь очень классная. Я вот просто обожаю здесь музыкальное сопровождение. Лахо ем. Ха-ха. Сам смысл именно убежать больше. Если нужно, пытаться его убить. А, вот. Ну, либо просто проломать основу под этим чейсером. И, так сказать, убить его этим. Да, бывают и такие баги. А, кстати, чейсер какой-то новый. Раньше была смерть с косой, а теперь какая-то женщина. Интересно, тут всё поменялось. Прикольно, я бы сказал. Надо мне детальнее изучить эту игру. Вернуться к тому, что я в неё играл. Очень много времени. Это очень интересно. Так. Давайте. Попробуем выжить. О, получилось. В общем, весь смысл заключён в том, чтобы его именно убить. Да, теперь какая-то женщина летает. А, теперь смерть. Странно. А в чём смысл? То смерть, то женщина какая-то. Прикол в чём? Кстати, видите, вот блоки такие вот? Они здесь будут появляться. Так. Эти блоки здесь отлично разрушаются. И в этом, так сказать, суть. Этому чейсеру, конечно, лучше убивать игроков целей. Идём, кстати. Его не вижу. Мне пытаются дозвониться. А, летунь. Скотина. Ненавижу летунов. Слишком оверпавер от это всё и делается. Так. Музыка, конечно, вообще класс. Мне вот нравится. Здесь в игре вы найдёте всю музыку по вкусу. Здесь есть и техно, и электро, и драм-н-бэйс, и брейкс. И много-много всего такого. Ладно, не буду я, наверное. Ээээ... А вот уже результаты. Я хотел просто выйти. Не хочу растягивать это видео. Просто здесь можно играть до бесконечности. Режимов слишком много. Здесь есть... Различные кооп-режимы, и ПВЕ-режимы. Здесь очень много различных режимов, на самом деле. Ну, сами видели. Что здесь вот. Десмач, тачдаун, сидж, чейсер. Мой любимый режим. Там, батл-ройал. И так далее. Какие-то вот ПВЕ-шные добавили миссии, которых вроде бы не было два года назад. Но я, по крайней мере, этого не помню. Так, здесь какая-то мне фигня открылась, в которой я не хочу разбираться. Ну, в принципе, на этом всё, ребятки. С вами был мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. И если кто хочет со мной поиграть в эту игрушку, то... Не стесняйтесь, пишите мне в личку. Поиграем. Может, даже сниму видео. Вот, в отличие от Ragnarok Online 2, я в эту игру буду играть. Так как это большущая ностальгия по этой игре у меня проснулась. Вот прям всё. Я вот решил, что буду задротить, буду там PvP очень много и так далее. Может, даже создам клан. Если кто хочет, я там потом детали напишу. В принципе, скачивайте, играйте. Ссылку на игру я оставлю под этим видео, то есть в описании. Ну и всё, в принципе, на этом как бы я заканчиваю. Так что, всем спасибо за просмотр. И пока!